Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Скажите, вот что вы едите на завтрак? Яичницу? Кашу? Мне время от времени хочется с утра заточить бутер. С какой-нибудь колбасой или ветчиной. Вчера был в магазине и разглядывая прилавки с мясной продукцией, подумал, хорошо бы приготовить рулет. Сборный. Купил я вот такой вот говядины, купил филе индейки, купил вот такой свинины. Сейчас засолю своим мокрым способом, а свинину индейку еще и нашприцую. А завтра соберу рулет. Долго он у меня не пролежит, стрескает, так что нитритную соль с поваренной буду брать в равных пропорциях. Ну и сахара надо добавить, и немного фосфатов. Все размешать. Фосфаты точно такие же, какие вы в плавленом сыре трескаете. Но, правда, в плавленом сыре этих фосфатов раз 8 больше, чем я сюда сейчас добавил. Я бы и говядину нашприцевал, но она уж очень тонко нарезана. Просолится равномерно за сутки без всякого шприцевания. Остатками ростола залью говядину и в эту же посудину положу все остальное сырье. И отправлю в холодильник до завтра. До завтра в данном случае. И временной промежуток, и прощание. Навалилось дело у меня на этой неделе, поэтому мясо просаливалось не сутки, а целых трое суток. Но хуже ему от этого не стало. Сейчас продолжу процесс. Надо подготовить пряности и чеснок. Чеснок разотру в кашу вместе с пряностями. В дело у меня пойдет черный и душистый перец. Довольно щедро собираюсь добавить и того, и другого. Ну и чеснок сюда же. Можно собирать рулет. Сворачивать его воду в коллагеновую пленку. Спасибо, кстати, магазину Ем Колбаски за подгон. И конечно Павлу, его хозяину. Паш, огромное спасибо. Кстати, меня регулярно спрашивают зрители не из России, как получить товар из магазина Ем Колбаски, если Ем Колбаски в другие страны не отправляет. Отправляет. Пишите на адрес магазина. Вам обязательно помогут. Честное слово. Получите вы свои товары, не переживайте. Наружным слоем я, наверное, пущу говядину тоненькую. На нее, естественно, слой пряности с чесноком. Вторым пойдет свинина, тоже с пряностью сюда. Ну и в самую сердцевину филе индейки. Упаковка по методу Кощей Бессмертного. Тот тоже все норовил. Утку, зайца там друг дружку пихать. Ну и теперь плотненько сверну рулет. Можно шпагатами вязать, а можно в сетку упаковать. Я, пожалуй, в сетку. Чтобы проще было, я ее натянул на кусок пластиковой трубы. Музыка 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 Готово. Все, дам отвисеться при комнатной температуре часов 5-6. За это время как раз отепление произойдет, нитрит натрия сработает, цвет красивый наберет мой рулет. Затем термообработка по стандартной схеме. В духовке буду проводить. Стандартная схема это сначала обжарка при 90-100 градусах в сухой духовке до температуры минимум 55 градусов внутри. Затем даю пар, понижаю температуру до 80 и жду, когда температура внутри батона достигнет 70 градусов. Все после этого охлаждения. Но есть можно будет только завтра, когда этот рулет мне полностью остынет. Музыка 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 доброе утро и вот собственно тот момент ради которого все и затевал давайте посмотрим что у меня получилось замечательно я считаю смотрите прекрасно сработал нитрит натрия розовый цвет говядинка конечно подвела она не очень сильно от свинины отличается хотя свинина была напомню более бедная вернее да более бедная миоглобином соответственно она чуть более розовая но чуть-чуть хотелось бы более яркого рисунка но тем не менее а вариска индейки такая какая предполагалась такая вот беленькая ну не скажешь беленькая слабо-слабо розовая давайте пробовать прекрасный ярко-чесночный пряный перец душистый черный чувствуется на рулет замечательно слушайте вот то что мне хотелось на завтрак как видите это очень просто брать можно любое мясо единственное помните всегда что на совсем не жирное мясо на в рулете будет сухим сколько бы воды в него не закачали поэтому нужно варьировать не жирное мясо с жирным мясом идеальное сочетание на мой вкус и на вкус технологов которые составляли в советские времена еще все рецепты рулетов и прочих в колбасах вот в таких вот вещах составляющая жира должна быть минимум 25 процентов 40 вот это вот идеальное состояние и не пугайтесь в этой жирности вы же сало едите или хлеб с маслом здесь всяко разно будет меньше его чем в этих ваших бутербродах с салом там или с маслом огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока дизлайки за репосты всем пока Продолжение следует...